Наша пресс-конференция о предстоящем форуме женского предпринимательства. Об этом нам расскажут Мария Платонова, сотрудник агентства МОНИГЕЦ, Наталья Яковлева, один из основателей благотворительного фунта «Айпус Тобой», и Наталья Легера, экономист, аналитик посольства США. Начнем с вас, Наталья. Здравствуйте, слава вам дня. Спасибо, Наталья Кризис-центр, за то, что вы пригласили нас. Мы рады быть здесь. От имени посольства США я хотела бы поздравить Харьков с тобой с получением гранта на проведение форума, который состоится здесь, в Харькове, в сентябре 17-18 часа. Двухдневный форум. Это будет пятый форум из серии «Украинки в бизнесе». «Власт на справа. Рожиток та успех». И будет проходить он в этот раз под розыгом «Стратегия возможностей». Мы очень рады, что следующий форум будет именно в Харькове. Харьков живой, молодой город. Харьков – город волонтеров. Город с очень сильным и активным гражданским обществом. Чем начинание и усилия мы хотим поощрить. Мы очень хотим поддержать область, которая была очень важным рычагом в объединении Украины. В трудные времена мы очень рады быть Харьковой. Итак, почему украинки в бизнесе? Почему женщины? Мировой опыт свидетельствует на том, что поддержка и развитие женской предпринимательской деятельности – это одна из составляющих эффективного роста экономики и социальной жизни общества. Женщины в бизнесе больше инвестируют в область здравоохранения, в социальные сферы и в образование. Исследования, проведенные Организацией Объединенных Наций, показали, что крупные компании, членами правления которых являются женщины, имеют на 42% выше прибыль. Замечательное исследование, нам нравится. Также более высокие доходы от инвестиций. Может, вы слышали о такой большой компании «Либаба» в Китае, которая – это самая большая китайская компания в интернете, которая занимается торговлей. Так вот, основатель «Либаба» заявил, что секретом его успеха является количество женщин, работающих на него. Это 47% от общего количества служащих. И 33% занимают руководящие должности. Как же дело у нас обстоит в Украине? В отчете Международной финансовой корпорации, IFC, проводившей гендерные исследования в Украине, сказано, что украинским женщинам добиться руководящей должности на предприятии сложнее, чем мужчинам. В Украине женщин, управляющих крупным бизнесом, с числом сотрудников выше 250 человек, всего 6%. Согласно отчету Международной федерации журналистов, в Украине зарплата журналистов-женщин на 33% меньше, чем зарплата мужчин. И это статистика. В государственном секторе дело обстоит не лучше. Зарплата госслужащих женщин на 24% меньше в среднем, чем зарплата мужчин. При этом в три раза женщин работающих, но большая часть руководящих должностей – это мужчины. В Украине есть и положительная статистика, ее стоит отметить. Например, по данным портала D.O.U. процент женщин в сфере IT вырос 6,8% в 2011 году, до 14,3% в 2015 году. Собственно, задача форума – это способствовать активному вовлечению женщин в бизнес региона. И Харькову сейчас это очень нужно. И в Харькове, где активность женщин традиционно высока… Здравствуйте. Да, это проблемой быть не должно. Теперь я передаю слово моим коллегам, которые будут заниматься форумом. Все вопросы по форумам прошу адресовать им. Они эксперты. Дякую за увагу. Тогда позвольте представлюсь я. Меня зовут Наталья Яковлева. Я являюсь соучредителем фонда «Харьков с тобой». Страничка нашего фонда сейчас открыта для вас – «Hack it with you». Заходите, смотрите, смотрите официальные отчеты и общую информацию, чем мы занимаемся. В рамках гранта, который был подписан буквально вчера со стороны нашей и на прошлой неделе с посольства США, мы планируем проведение мощного, качественного и очень хорошего мероприятия для женщин-предпринимательниц из семи областей. В целом количество участников запланировано 100 человек, 50 человек – это будут дамы из Харькова. А к нам присоединятся еще следующие области. К нам присоединятся Чернигов, Полтавская область – Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и дамы-переселенки, которые собираются начать бизнес из Донецкой и Луганской области, разумеется, из освобожденных территорий. Для форума мы выбрали замечательное место, пусть это останется пока секретом, потому что там было сложно подобрать территорию, где есть одновременно четыре бизнес-зала, потому что цель и месседж форума – это научить, дать возможность людям получить реальные знания. И параллельно форум идет, кроме общих пленарных заседаний, на четырех площадках, где девушки, дамы, наши дорогие женщины, бабушки, иногда предпринимательницы – это не совсем юные дамы, хотя только начинают бизнес, будут получать реальные знания. И, как сказала моя соседка, в целом месседж форума, что это стратегия возможностей, потому что сейчас сложное и очень уникальное время, и на самом деле это сейчас очень сильно все зависит от нас, и очень сильно зависит именно от женщин, потому что я абсолютно согласна с той статистикой, которую проводила моя коллега, что не так-то много женщин на лидирующих должностях, но руководящих на верхнем уровне, не так-то много их в самых прибыльных компаниях. Но Харьков – город уникальный, Харьков – город, где есть, как я сказала бы, жесткий доминант высшего образования, и для того, чтобы показать, насколько нашему городу нужен будет данный форум, мы пригласили выпускниц предыдущего форума, который был в городе Днепропетровский. И в конце нашей пресс-конференции я буду рада, когда вы представите, и задаете им вопросы. Маша, ваша часть. Этот? Да. Этот. Чуть-чуть. Как представитель агентства Монегес мы будем заниматься непосредственно практической частью реализации форума всей механикой связи, связанной с общественностью и другими вопросами. Мы очень рады присоединиться к этому проекту, поскольку одной из компетенций основных нашей компании является международным маркетинговым исследованием. И, конечно, за время нашей работы мы не могли заметить, не заметить ту статистику, о которой говорила Наталья, что действительно женщины, занимающие высокие должности в компании, действительно приводят компанию быстрее к успеху. И этот успех намного больше выражается в деньгах и других показателях. И с другой стороны, мы видим, что Украина, к сожалению, действительно пока далека от современных тенденций. Мы считаем, что мероприятия подобного рода крайне полезны нашему региону. Ну и рады, что среди наших запланированных десяти деловых мероприятий в год одно из них, можно сказать, жемчужиной станет именно бизнес-форум для женщин. Спрашивайте. Да, сразу же скажите, пожалуйста, какого числа, сколько дней займет этот форум? Вот организационный вопрос. Так, так как предупредили, что на все вопросы будем отвечать я и Мария, я сразу бодренько возьму себе микрофон, да. Мероприятие запланировано проведение 17-18 сентября на территории нашего города в отеле, где, я же сказала, вот здесь главное конкурентное преимущество, много площадок, где можно походить, да. 17-18 сентября. Мы просто держим немножко интригу, пока мы сделаем хорошую анкету и будем ее рассылать по целевой аудитории. Какие возрастные ограничения? Никаких. Главное, аудитория, характеристики аудитории, на которые ориентирован этот форум, это женщины-предпринимательницы с опытом предпринимательской деятельности от 0 до 3 лет. Да, 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 от 0 до 3 лет, то есть мы хотим научить и помочь стартануть, стартануть активно, качественно, результативно. Какие основные дисциплины будут изучаться? Как мы уже сказали, ключевой месседж форума – это стратегия возможностей, будет много знаний с точки зрения заполучения контактов с Евросоюзом, как открыть бизнес там, как его правильно организовать, как вывести его на международные рельсы. Будет много знаний по международному маркетингу. Обязательно будут навыки стартапа. Будет много знаний по грантовой и донорской помощи. Особенность нашего города в том, что это город, который очень недоверчивый. И, соответственно, рассказывать об успехе, ну вот, вашей площадке, об успехе нашей площадки нужно на реальных людях. То есть люди увидели, посмотрели, сделали. Соответственно, мы здесь заручаемся мощной дипломатической поддержкой, потому что, ну, вот такой у нас город, скептический. Поэтому надо показывать, что это все работает, все это существует. А можно, например, расписание дня занятий? В целом мы запланировали, что после пленарной сессии, где мы даем старт, это где-то, ну, займет часа полтора, дальше идут серии тренингов. Ну, это не тренинги вот в полномасштабном размере, 8 часов. Это мастер-классы, которые будут длиться минимум 2 часа. Таких мастер-классов будет 10 за 2 дня. — Скажите, пожалуйста, какие из знаменитых спикеров? — Знаменитых? Но Билл Гейтс навряд ли нас сейчас любит. Да, но мы сейчас заручились сегодня буквально утром поддержкой почетного консульства Германии, и сотрудники компании АЛФ берут на себя модуль по развитию бизнеса за рубежом, потому что они хорошо умеют открывать данное направление, они стараются в этом деле помогать. По тайм-менеджменту в наших планах стоит Богу Ждан, зависит от ее нагрузки рабочей. Ну, и все-таки давайте мы поддержим интригу. — Скажите, пожалуйста, тем мужчинам, которые не попали в отношения успешно, можно утрей поставить? — Можно. Там такой замечательный зал, как раз, когда все закончится, можно вечером. И плюс еще у нас есть такая вот традиция, все занятия, которые проходят, полностью закатываются на видео, полностью, и кладутся в открытый доступ на платформу. Платформа называется «Украин Кибис». То есть все знания и навыки там будут в полном формате, и это условия проведения всех форумов. Это же пятый форум уже. То есть это такой вот масштабный проект. — Харькове впервые. — Харькове впервые, да. До этого форумы женской предпринимательской активности были в городе Днепропетровск, были в городе Киев, Львов и осенний в прошлом году, в ноябре, был в Одессе. — Скажите, пожалуйста. — Да, я вопрос. — Сейчас, сейчас. — А кто будет вообще отбирать? — Отбирать? — Я понимаю, что люди будут присылать... — Анкеты, да. — Да, проектная группа. Пока вот два участника проектной группы торжественно торчат перед вами, но она немножко расширится, потому что мы хотим вот здесь полного гендерного равенства. То есть в нашей проектной группе еще двое мужчин. А руководитель нашего благотворительного фонда «Харьков с тобой» Андрей Шейнин, вы его прекрасно знаете, да, и руководитель агентства, в котором работает Мария, Кирилл Нагорный. То есть я к тому, что гендерное равенство мы блюдем строго. — Подождите, форум женский? — Вот, спасибо. — Вот об этом же, да. Форум женский, но... — А как мужчина будет отбирать? — Ну, мы же не... Я же не договорила, у кого главное право... — А в семье? — Да, конечно будут. Вот фотографий как раз не будет. Дело в том, что право принятия решения есть вот у двух человек, которые вот радостны перед вами. А наш директорат — это совещательные голоса. Да, все по-честному. Да. Мак, не хотите ли вы поделиться собственным опытом, насколько вам интересно и полезно было в Днепропетровске? — Мы можем снахарить. — На пару, да? — На пару. — Вы из зала поделитесь информацией или камерами? — Вы будете поделиться, пока вы будете пилиться на торговом. Скажите, пожалуйста... А вдруг она не ответит, она же предупредит. — Ничего страшного, не отлично на себя ответить. — Хорошо. — Скажите, пожалуйста, вы озвучиваете цифры и проценты бизнеса женский и мужской, руководящие должности мужчин, руководящие должности женщин. И в вашей статистике понятно, что мужчины занимают доминирующие волосы, девушки женщины. Скажите, а какие бы цифры устроили бы посольство США? Как было бы правило, чтобы... — Скандинавский был. — Сорок. — В целом... — У меня микрофон. — А, да. Все по-честному. — Спасибо, да. — Да, да. — Вы говорите. — Ну, во-первых, тут не идет вопрос о том, чтобы устроило посольство США. Грант выиграл конкурс, то есть грант прошел отбор, прошел через все комиссии, это было абсолютно честное соревнование. — И очень долгое. — И очень долгое, да. И тут не ставятся приоритеты посольства. Вы правильно отметили, что мужчины доминируют, и я привела статистику, которая выдавалась ООН и другими международными организациями. Это глобальная проблема на самом деле, просто где-то картина лучше, где-то картина хуже. И я думаю, что это бы устроило всех, если бы мы все стремились к чему-то, то, что лучше для всех. — 50 на 50. — Дай Бог, чтобы дошли дальше. — 50 на 50 устроило бы всех, это просто честно, но к этому нужно идти натуральным путем. И именно для этого, для мотивации, для поддержки, для того, чтобы у женщин была платформа, вот Украинки БИС, которую Наталья упомянула, это платформа, на которой общаются девушки, женщины, которые прошли уже этот форум, четыре предыдущих. И также это свободная платформа, то есть там могут регистрироваться и принимать участие и те, кто не прошли тренинг. Вся информация выкладывается в бесплатный доступ, то есть это такая идея. — Спасибо. — Давайте наши две. Это вот туда, Маки, телефоны. — К нашей платформе широкой присоединились две наши участники форума, который был в Днепропетровске, Наталья Нечапуренко и Мака Каражанова. Вы точно также можете задавать вопросы, зачем это им было нужно и чего они этого получили или не получили. Мы девушек не готовили, у нас полный экспромт. — Можно я первая? — Во-первых, для Днепропетровского форума я хочу сказать огромное спасибо, потому что я на нем познакомилась с Натальей Нечапуренко. — Вот так, да? — Да, вот именно с Натальей Нечапуренко. Мы ехали туда на машине, обратно возвращались, и за это время, вот за время нахождения в Днепропетровске на форуме, в поездке машин, мы договорились сотрудничать. А понимаете, вот иногда у женщин проблемы, они не могут вести одинаково, ну как бы 50 на 50 правильно вести запланированные какие-то бизнес-идеи внедрить. Почему? Потому что как-то или на себя тянешь одеяло, да, полностью, или остаешься во втором ряду, да. Здесь у нас с Натальей получилось, и мы провели с ней несколько очень крупных мероприятий в городе, которые получили, скажем, такое красивое, внутреннее, эмоциональное и очень значимое для города. Первый, это у нас был венок мира. Я возглавляю национальные меньшинства города Харькова и Харьковской области, являюсь сопредседателем. Поэтому я со своей стороны подготовила национальные меньшинства. Наталья подала идею вместе с ней. Также у нас была клумба Ермилова. Это на сегодня, это самая красивая клумба. И вот таких мероприятий мы провели с ней, вот, три или четыре, да, где-то уже, да, за год, может, сколько с ней провели. То есть, и я считаю, что именно вот такие форумы, они дают возможность найти своего партнера и реализовать себя партнера в виде женщин. Ну, те проекты, которые у нас с МАКой, они больше благотворительные и социальные. Но мне кажется, что форум, он помогает, считаем, на женщин предпринимательниц, которые видят все-таки в итоге прибыль определенную. Но мы даже не понимаем, где кроется наша прибыль, в каких контактах, в какой встрече с каким человеком. Поэтому если человек открыт к сотрудничеству, если у него есть много идей, ну, и всегда не хватает какой-то составляющей, знаете, как пазли, не хватает какого-то элемента. И вот когда собираются женщины, там происходит какая-то такая, такой энергетический взрыв, который расставляет все по своим местам. И ты понимаешь, что вот, наконец-то я встречаю этого человека. Ай-яй-яй-яй, куда это вы? Я понимаю, что иногда мужчины, они не понимают женщин, потому что все, что мы придумываем, это кажется нереальным, это кажется невыполнимым, потому что у нас фантазия зашкаливает. А мы когда собираемся все вместе, и когда мы слушаем, например, советы юристов, советы маркетологов, советы тренеров по психологической какой-то подготовке, и тогда у нас как-то складывается, мы понимаем, что вот чего-то мне не хватает, и я нашла, законспектировала то, чего мне не хватает, какие-то экономические знания. И ты понимаешь, что если человек тебе читает этот тренинг, этот мастер-класс, то ты какие-то первоначальные там знания получаешь, и ты уже понимаешь, куда ты можешь обратиться. Поэтому, мне кажется, если мы ехали в Геброметровск, да, тратили время, дорогу туда-обратно, то мы уже приезжаем, мы понимаем, что мы не комфортно должны взять все, что после которого у нас, наш бизнес должен очень активно развиваться. Поэтому я думаю, что прекрасно, что 50 харьковских женщин на соседнюю улицу придут и получат эти знания. Это вам-то кажется, что на соседнюю? Да, на соседнюю. Я имею в виду, что есть люди, которые готовы на такие тренинги ехать вообще с другой стороны Украины за знаниями, а есть люди, которые сидят и ждут, когда же им на голову упадет благополучие. У нас сейчас действительно, как вы сказали, такое время, в котором очень сложно все потерять, но и, ну знаете, что Бог не дает, то лучше. Если ты потерял, наверное, ты чего-то не доработал и, может быть, открылась та дверь, в которую ты войдешь и которая будет тем, может быть, бизнесом, которым ты захочешь заниматься и в это время оно принесет тебе какие-то дивиденды. Если это бизнес, то это финансы, это деньги. И мне кажется, что очень много сейчас будет работы и для преподавателей, и для психологов, и для людей, которые будут помогать нам объединить нашу страну, подружить нас всех. Потому что сейчас вот такие вот миграции по стране, очень много людей, которые к нам приедут, и мы должны с открытой душой их встретить и помочь им действительно каким-то образом найти ту работу в совсем другом городе, в другом обществе, но найти ту работу, которая тебе поможет пережить такой период. Вопрос. Мы говорим о поиске работы или все-таки о предпринимательстве как о владелец бизнеса? Нет, мы говорим о предпринимательстве. В форуме мы говорим в основном о том, как создать собственное дело, но будучи людьми трезвомыслищими, кроме этого с 20-летним опытом работы директором рекрутингового агентства, мы же понимаем, что к собственному бизнесу люди не все готовы. И где-то проконсультировать цивилизованно, что если мы видим человека, ну я, ну это не его, это нормально. Потому что, ну мы-то знаем статистику, что не все готовы к предпринимательству, и некоторые значительно лучше и цивилизованно, и результативнее, самое главное, работать в нами. И об этом тоже мы говорим о выборе карьерного пути. Хотя изначальное условие, потому что изначальное условие, что люди с опытом работы предпринимательства от 0 до 3. То есть мы подсказываем, а вдруг не так? Да, могу ли я уточнить, спасибо. Уточнить все-таки, вы за эти понимаете, что это нормально, да? Вы будете давать мотивацию начать, мотивацию делать, что-то делать вообще как женщине, и в принципе будете учить, допустим, у вас будет раздел управления металлургическим комбинатором. Ну, Хайков Борони имел металлургическим комбинатором, это не совсем то, что, от чего мы там торчим, поэтому на разе получится. Что мы дадим? Мы дадим набор знаний. Мы дадим набор знаний для каждой аудитории. То есть если люди интересуют открыть стартап бизнес в области IT-технологии, мы знаем, что Хайков – это город IT-технологии. Мы пригласили преподавателей из этой области, люди, которые расскажут как-то про него. Если ребята хотят, да, хотят открыть бизнес, посвященный хендмейду, будут мастер-классы, посвященные хендмейду, и как на этом можно зарабатывать. Потому что, ну, это же не секрет, что Хайков сейчас ловнулся с колоссальным челленджем, с вызовом. В город пришло самое большое количество переселенцев. Я буквально в прошлой неделе разговаривала с Адеситой, с властью. Они говорят, ой, у нас тяжело, у нас сложно, у нас 30 тысяч переселенцев. Я так мыгнула, ну, ребята, вы о чем? Да. Поэтому цель вообще форума – толкнуть к открытию и к работе, чтобы ни в коем случае не было социальное рождевенчество. Потому что мы все понимаем прекрасно, что мы будем жить с этим долго, и это будет по-разному, и дать возможности, то есть стратегия возможности для основной месседжи. То есть идите по сферам деятельности, IT-технологии. Это примерный вариант. То есть мы выбираем сейчас с нашими, с моей коллегой, те отрасли бизнеса Харьковского, которые являются максимально, то, что мы называем точками роста. Мы однозначно видим, что Харьков – город образовательный. Харьков – это город IT-возможности, эти стратегии. Харьков – это город малого и среднего бизнеса у нас, но крупные предприятия, навряд ли человек с опытом работы в ноль лет станет сразу генеральным директором. То есть мы выбираем те вещи, которые реальны, реалистичны малой и средней бизнесом. Образовательная система, дошкольные учреждения, детские садики? Дошкольные учреждения, курсы, садики, дуальное обучение – все, что связано с быстрым добором тех знаний, которых не хватает. То есть все то, что является сейчас настроением, потому что вы услышали, что в сфере журналистики тоже разные зарплаты, как таковая, существуют, и это не тайна, не тайна для мира. Где вы берете это отстрелив? Сейчас мы проводим маркетинговое исследование, и одновременно мы сделаем конкурс тренеров. Вы опрашиваете людей, что им нужно. Там предложены определенные отрасли, и люди ставят галочку, что их больше всего интересует, в какой области. Потому что особенность этого форума, что форум адаптерен и типов под запросы. То есть у него нет вот такой вот модели, что вот если вот так будет в Микропетровске, вот так в Одессе, вот так и должно быть в Харькове. Здесь вот огромная благодарность посольства, оно очень свободно, ну, свободно, талонно права принят на решение. И, завершающий вопрос. Давай. Так, что я хотела спросить. Будете ли вы это дело освещать? Приходите, да. Я хотела спросить, где идете анкету, как зарегистрироваться процедурно? А как мы приняли решение? Сегодня и завтра проектная группа в лице вот вышеуказанной, и еще двух вот, которые вышеуказаны, дорабатывает формат проекта, дорабатывает формат анкеты. Сайт Украинский, я проговорила, Украинский бизнес. Там будет размещена анкета, она будет в открытом доступе, в активной ротации. У нас проговорен будет период, до какого времени мы принимаем анкеты, дальше конкурсный отбор. И, самое главное, такой же конкурсный отбор будет и для тренеров. Мы хотим для наших гостей выбрать лучшие проекты, лучшие знания, лучшие навыки. Потому что… Абсолютно. А как? Скажите, пожалуйста, выпуск этих кур, назовем так, позитивных тренеров, какой планируете процент, что женщины начнут этим делать? Ну, смотрите, вот я могу привести пример уникального проекта, который я администерирую прямо сейчас. Это проект «Новый видик», «Новый отсчет». Вы наверняка о нем снимали. А, нас же снимали, показывали. Здесь у нас получилась очень интересная ситуация. К нам на занятия одновременно сели 100 человек, и из них уже почти 84 написали бизнес-план. Написали бизнес-план. Да, понятно, мы их там плотно курируем, но все-таки это много, это 52 часа занятий. Здесь все-таки мы, давайте будем смотреть честно, только два рабочих дня. И рассчитывать о том, что будет 90 процентов, 84, но неправильно. Но, в целом, мы планируем такую технологию отбора, чтобы не меньше 40 процентов женщин, которые пришли к нам, начали свой собственный бизнес. Вот мы такую закладываем цифру, ну, трезво закладываем. А, прослушав эти курсы за два дня, куда вы рекомендуете дальше? Сразу начинать или что-то еще послушать? Ну, кстати, надо смотреть на людей, потому что вот так вот за колено. Ну, в общем, мы говорим, в общем. Да, дать совет на 100 человек – это такое дело, неблагодарное. Но мы, в целом, ищем тех людей, которые замотивированы сейчас. Здесь и сейчас, чтобы было быстро, чтобы было результативно. И самое главное, основная модель – это объединяйтесь, общайтесь, работайте вместе, вот то, о чем говорила Мака. Потому что, ну, человек, на самом деле, и один полевой город это доказал, это доказал хорошо. Но лучше, когда наши девушки будут объединяться, и вот в контексте этого, спасибо, вы мне напугнули на мусы, будет продолжение. Продолжение форума будет посвящено в области IT-технологий. Это будет уже в октябре. То есть, дамы будут отдельно заниматься, учить быстро зарабатывать денег в IT-технологиях. Там язык будет английский. Кстати, хорошая будет идея, хороший мотив выучить язык. Замечательно. И одновременно партнерская площадка «Украинский бизнес», где можно качественно коммуницировать по нужным темам. Мак, хотите что-то добавить? Приглашаем всех? Конечно, приглашаем. Спасибо. Всех, кто женского пола, приглашаем вас, пожалуйста. Нет, но мужского пола мы приглашаем. Не надо теперь сейчас. Уже поздно. Всех. Уже поздно. Никак, спасибо. Уже поздно. Продолжение следует...